Всем привет! Сегодня расскажу вам об альтернативном способе соединения паракорда. Вот так вот он выглядит. Как видите, достаточно интересно. Это не сплавленный паракорд, а сшитый. То есть, видите, соединение гибкое, оно гнется. Сейчас покажу, как его делать. Что нам для этого нужно было? Два куска паракорда. Вот он один, вот второй. Как мы их должны подготовить? То есть, с обоих концов вытаскиваем немного внутренних нитей, ну где-то сантиметр-полтора. Один конец просто вот так чуть-чуть подплавляем цилиндрически, чтобы он был у нас, чтобы не распушивался. А второй, из второго конца делаем вот такой вот острый уголок. И второй кусок паракорда точно так же. Тут у нас полость. И вот острый уголок. Что нам нужно будет? Нам нужно будет игла. Вот так вот она выглядит. Игла для плетения из паракорда. Вот здесь вот у нее резьба. И здесь достаточно такой острый кончик. Как всегда, зажигалка, круглогубцы и ножницы. Итак, мы соединяем два куска паракорда. Что мы делаем сначала? Для начала мы наш вот острый край одного из кусков. Мы его немного оплавляем для того, чтобы вкрутить в иглу. Можно, в принципе, попробовать и так крутить, но я предпочитаю все-таки немного оплавлять. Он тогда становится мягче, гибче и лучше входит в резьбу. Буквально вот чуть-чуть. И вкручиваем. Вот мы вкрутили. Держится крепко. Теперь берем наш второй паракорд кусок. И делаем следующим образом. Вот здесь где-то миллиметров за 5 до конца. Делаем отверстие иглой, но не насквозь, а через только одну часть, через верхнюю. И вот в это отверстие нашу иглу вот так вот продеваем аккуратненько. Вот мы продели иглу, видите, да, не насквозь. Продеваем иглу и продеваем наш паракорд. В принципе, вот, да, можно уже выкрутить и сделать это плоскогубцами, вытащить. Ими удобнее. Тут получился слишком толстый заправленный острый конец, да, вот, вот здесь. Но, тем не менее, вот мы продели наш паракорд. Продеваем. Продеваем, продеваем, протягиваем. Протягиваем практически до конца. Вот такую картину получаем. Теперь берем другой наш паракорд. Тоже вот он острый конец. Берем опять-таки нашу иглу. Чуть-чуть оплавляем. И вкручиваем. Вот мы вкрутили. Вкрутили паракорд в иглу. Берем наше соединение. И вот таким вот образом продеваем. Опять же, делаем все то же самое. Иглой делаем отверстие в паракорде, не насквозь. И протягиваем через отверстие наше, через внутреннее. Продеваем вот так вот иглу. Вот она вошла. И продеваем наш второй шнур. Вот так вот выглядит наше соединение. Соединение очень крепкое. Вот его даже, ну я не знаю, сложно, очень сложно будет разорвать. Отсоединяем иглу. Выкручивать нужно тоже осторожно, чтобы вот на резьбе не оставался паракорд. И вот мы получили такое достаточно крепкое и, что немаловажно, гибкое соединение двух шнуров паракорда. Всем спасибо, ставьте лайки, подписывайтесь, жмите колокольчик. Пока-пока!